МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня заместитель начальника инспекции Федеральной налоговой службы России по Первомайскому району города Владивостока Татьяна Александровна Старицына. Здравствуйте. И начальник отдела работы с налогоплательщиками инспекции Федеральной налоговой службы России по Первомайскому району города Владивостока Ирина Владимировна Михайлова. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, какие доходы граждане обязаны задекларировать? В соответствии с статьями 227 и 228 Налогового кодекса задекларировать полученные в 2016 году доходы обязаны физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность и занимающиеся частной практикой, физические лица, получившие доход от сдачи в наем принадлежащего им имущества, физические лица, получившие доход от продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности менее трех лет, квартир, домов, а также доли в них, строений, помещений, транспортных средств, земельных участков и иного имущества. Кроме того, физические лица, получившие доход в соответствии с заключенными договорами гражданскоправового характера, от физических лиц, не являющихся налоговыми агентами, физические лица, получившие выигрыши, физические лица, получившие доход от продажи доли в уставном капитале, акции и других ценных бумаг, физические лица, получившие в 2016 году в дар недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли, паи, за исключением одариваемых, освобожденных от уплаты НДФЛ согласно пункта 18.1 ст. 217 Налогового кодекса членов семьи или близких родственников. Конечно, нам необходимо еще раз проговорить сроки подачи, потому что сколько ни пиши, ни рассказывай, иногда все-таки люди, к сожалению, это упускают, пропускают. И важно сегодня очень детально и подробно рассказать, что и как нужно сделать, а главное, опять же, в какие сроки. Срок подачи декларации за 2016 год для перечисленных категорий граждан, то есть для физических лиц, у которых возникает обязанность по предоставлению декларации, не позднее 2 мая 2017 года. Как именно необходимо заполнять эту самую декларацию? Налоговую декларацию можно заполнить как на бумажном носителе и предоставить лично ее в налоговую инспекцию, либо направить по почте. Планки декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3НДФЛ можно бесплатно получить в налоговом органе, а также распечатать на сайте ФНС России налог.ру. Можно воспользоваться программным обеспечением по заполнению декларации 3НДФЛ, которое можно скачать с сайта ФНС России, а также на гостевых компьютерах, расположенных в налоговых органах. Если у налогоплательщика возникнут вопросы в момент заполнения, администраторы налоговых органов всегда окажут помощь? Также декларацию по налогу на доходы физических лиц можно заполнить и направить через сайт налоговой службы при помощи электронного сервиса личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Для того, чтобы ее направить, ее можно заполнить, распечатать, принести в налоговую инспекцию, а также можно, не выходя из дома, ее отправить. Для этого также через личный кабинет, там есть раздел «Профиль», через него необходимо получить электронно-цифровую подпись, декларацию подписать и направить в налоговый орган. Иногда налогоплательщики задаются такими достаточно нестандартными вопросами, казалось бы, для такой серьезной структуры, потому что происходят некоторые сбои. Вот только что сегодня мы обсуждали один из случаев за кадром. Что делать людям в такой ситуации? Например, я знаю, что просто они бывают однофамильцами или вообще абсолютно полными тезками, и, конечно, в связи с этим может возникнуть все-таки какая-то неразбериха некая. И люди просто попросту, может быть, не знают, как это сформулировать, как к вам обратиться, стоит ли это делать, и из-за этого, собственно, страдают. Как часто вообще такие ситуации происходят? Как грамотно действовать при этом? Ну, ситуации не часто происходят. Нельзя сказать, что это массово. Единичные, конечно, всякие бывают ситуации, потому что для этого налогоплательщик, если что-то ему непонятно, он может обратиться в налоговый орган. Естественно, инспекторы ему подскажут, как либо написать заявление, либо сразу на месте решать проблему. Также, если налогоплательщик подключен к личному кабинету, он может, не выходя из дома, через раздел «Документы налогоплательщика», направить обращение в налоговый орган, который мы получаем и в течение 30 дней рассматриваем и направляем ему ответ. То есть решаем проблему и направляем ответ. Все, у вас можно решить, да? Главное вовремя обратиться и вовремя обратить внимание на эти проблемы. На налоговые вычеты также нужно не позднее 2 мая подать данные? Нет. С декларацией на получение вычетов, если у граждан помимо этого нет обязанности по предоставлению декларации или по продаже имущества, им не обязательно подавать ее до 2 мая. Они в течение года спокойно могут собрать документы и в любое время обратиться в налоговый орган и подать документы на социальный или имущественный налоговый вычет. Каков процент людей, которые все-таки не успевают подать вовремя данные о себе и тем самым делают, естественно, себе хуже? И вообще какие впоследствии штрафы, например, или что происходит? Ну, как правило, процент несдачи отчетности составляет от 10 до 15 процентов и в основном, конечно, это физические лица, которые получали доход от продажи имущества, транспорта, либо доли в квартирах и не были осведомлены о необходимости предоставлять декларацию, так как у них возникла обязанность. За несвоевременное предоставление налоговой декларации предусмотрены штрафные санкции статьей 119 Налогового кодекса в виде штрафа в размере 5 процентов за каждый полный-неполный месяц, но не более чем 30 процентов от суммы налога, исчисленной по этой декларации, но не менее 1000 рублей. То есть я так правильно понимаю, 15 процентов это, конечно, сравнительно немного, да? Или все-таки это значительное число? Нет, основная масса, конечно, сейчас благодаря средствам массовой информации, интерактивным сервисам, которые развивает ФНС России, основная масса налогоплательщиков сейчас у нас вовремя отчитывается, поэтому с этим проблем нет. Каковы особенности заявления имущественного вычета на приобретение жилья пенсионера? Да, для пенсионеров у них есть возможность в соответствии с 10 и 20 статьей переносить переходящий остаток на предыдущие три налоговых периода. Ну, например, если работающий пенсионер приобрел квартиру в 2016 году, то в 2017 году он может заявить вычет за 2016 год и за предыдущие три периода, то есть перенести на 2015, 2014, 2013 год. Ну, естественно, только за те периоды, в которых он работал и в которых у него был удержан налог на доходы. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. Так, у нас еще осталось достаточно немало вопросов, на которые нужно дать ответы горожанам. И очередной из них – это через какое время после подачи в инспекцию всех необходимых документов для получения вычета налогоплательщику должны выплатить деньги? Максимальный срок для перечисления денег с даты подачи декларации составляет 4 месяца. То есть 3 месяца у нас установлено на проведение камеральной налоговой проверки и месяц на перечисление денег на счет налогоплательщика. Когда и как нужно платить НДФЛ, не удержанный налоговым агентом? Значит, с 1 января 2017 года налогоплательщики уже по налогу, которых у них не был удержан налоговым агентом, либо недоудержан, не должны предоставлять налоговые декларации. То есть начиная с декларации по налоговому периоду за 2016 год. То есть в этом году налоговые органы самостоятельно исчислят на основании сведений о доходах по форме 2 НДФЛ, сформируют налоговое уведомление и направят по адресу места жительства гражданам. И до 1 декабря им необходимо будет этот налог оплатить по бюджету. Необходимо ли налогоплательщику представлять декларацию, если он продал автомобиль, которым владел более трех лет? Нет, такой необходимости не возникает. Декларация предоставляется в случае, если автомобиль был в собственности менее трех лет. Подскажите, пожалуйста, куда обращаться при необходимости заполнения налоговой декларации? Обращаться необходимо в налоговый орган по месту жительства, либо регистрации физического лица. Каков срок уплаты НДФЛ в бюджет за 2016 год? Срок уплаты налога в 2017 году за 2016 год – 17 июля 2017 года. Дни открытых дверей также вы проводите. Я думаю, что это очень важное мероприятие для всех. Как раз там можно подробно поговорить обо всех вопросах, которые мы сегодня перечислили. Расскажите, когда, где? Да, дни открытых дверей – это стала добрая традиция уже в налоговых органах. Граждане очень ждут этих дней. Очередные дни открытых дверей на территории Российской Федерации пройдут 14 и 15 апреля. 14 апреля мы ждем граждан с 9 до 20 часов и 15 в субботу с 10 до 15. Также дни открытых дверей в пятницу с 9 до 18 пройдут на территории многофункциональных центров. То есть в пятницу будут с 9 до 18 принимать участие инспектора налоговых органов, помогать при заполнении декларации, консультировать, оказывать всяческую помощь. Значит, граждане помимо налоговых органов могут обратиться по адресу Давыдова, 9, Верхнепортовая, 76А, Океанский проспект Столетово-Владивостока, 44, Невельского, 13 и Партизанский проспект, 28А. Ну, постараемся всем оказать помощь, проинформировать, проконсультировать. Думаем, что граждане будут довольны, как всегда, из года в год. Ну, я думаю, что, собственно, на сегодняшний день мы все рассказали. Остальные вопросы, опять же, можно прийти, задать на дне открытых дверей и также обратиться на сайт налог.ру, позвонить в налоговую службу. В общем, вы всегда открыты для того, чтобы дать ответы на волнующие горожан вопросы. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова